В Анапском центре медпрофилактики рекомендуют в зимнее время и в период новогодних праздников быть предельно осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы самый главный праздник года провести с родными и близкими, а не в больничной палате. По словам медиков, самые распространенные причины обращения пациентов в период новогодних каникул связаны с отравлениями, обморожениями, травмами при падении на льду и ожогами. Зачастую осложнений и госпитализации можно избежать, если правильно и вовремя оказать. В случае ушибов к поврежденному месту необходимо приложить холод. Это любая смоченная холодной водой повязочка. Из холодильника можно достать что-то из замороженных продуктов, обернуть салфеточкой, полотенчиком, приложить к ушибленному месту. На улице подойдет кусочек льда снега, завернутый в платочек, в салфеточку, приложить к ушибленному месту. Если же случилось обморожение, ни в коем случае не стоит растирать обнаруженное место льдом или снегом. Даже согревая под теплой водой, старайтесь воду делать сначала тепленькой, только постепенно ее нагревать. Если столкнулись с какой-то травмой, с открытым повреждением, с раной, с ожогами, во время такого вот ошибочно неправильного использования пиротехнических каких-то изделий, возник ожог. Если есть возможность, нужно промыть поврежденное место водой. Не заливать никакими маслямистыми жидкостями, а постараться прикрыть чистой, по возможности чистой какой-то салфеточкой и доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Это то, что касается травм, ожогов, повреждений. Если же во время праздничного застолья, ну не дай бог случилось, случились явления переедания или обострения каких-то имеющихся желудочных заболеваний, по возможности до поступления в поликлиническое учреждение или до приезда врача, можно выпить две таблеточки ферментного препарата. Если случились признаки отравления, это может быть тошнота, рвота, жидкий стул, тогда рекомендуется какие-либо сербенты, либо активированный уголь, либо смекта, если ничего этого нет, хотя бы обильное питье жидкости, чтобы предупредить обезвоживание организма.